Здравствуйте, уважаемые телезрители! После того, как мы убрали с вами свои участки, можно сказать, что очередной садово-огородный сезон 2014 года завершен, с чем я вас всех и искренне поздравляю. Нам остается только подвести итоги этого сезона и поговорить об особенностях хранения выращенного урожая, что мы сейчас и сделаем традиционно на примере подполья на нашем участке. Я уже много раз говорил в предыдущие годы, что очень важно подвести итоги работы на наших участках. Хотя бы для того, чтобы знать те позитивные моменты, которые мы имели в данном сезоне и те негативные моменты, которые не хочется повторять в следующем году. Моя система подсчета урожая очень простая. Я беру основные позиции, вот на нашем участке их 5. Это урожай огурца, томата, отдельно лук-эксибишин, яблони и черной смородины. У вас могут быть и другие культуры, или больше, или меньше. Ну а система подсчетов баллов, она простая, 4-х бальная. Значит, отличный урожай 5 баллов, хороший 4, удовлетворительный 3 и недовлетворительный 2 балла. Ну если посмотреть в моей тетради, это уже у меня третья тетрадь, первый я завел, когда мне было 14 лет, это в далеком 72-м году, где я учитываю все виды работ и обязательно указываю урожай. Вот по этой 4-х бальной системе 2012 год я оценил 18 баллов, 2013 год в 20 баллов, а к сожалению в этом году некоторое снижение у меня в 17 баллов. Но я объясняю это очень просто, я не расстраиваюсь, потому что все-таки на нашем участке был град, и он повредил, значит, урожай и тем самым уменьшил величину этого урожая. Так что, уважаемые садоводы-огородники, все-таки научитесь оценивать свою работу в баллах. Я думаю, что вам это очень поможет в будущем повысить эффективность работы на ваших участках. Ну а сейчас мы спустимся под поле и поговорим об особенности хранения урожая 2014 года. Начнем с картофеля. Ну в этом году в республике не урожай, за исключением южных районов, где были осадки в августе. Это как раз еще раз подчеркивает, насколько важно поливать картофель именно в августе. Но на нашем участке, к сожалению, прошел град в начале августа, что снизило урожайность. Но самое главное, часть сортов как бы не вызрела. На сегодня мы заложили с вами продовольственный картофель и семенной. Я надеюсь, что вы сделали то же самое. Вот по продовольственному картофелю, вот допустим, выглядят клубни, физиологически выглядят таким образом. То есть кожура, значит, плотная, все нормально. Ну небольшие есть, конечно, здесь повреждения были при уборке. А вот клубень, который не вызрел, вот посмотрите, у него здесь вот видно, что кожура молодая и оголенные клубни. Ну что делать? Конечно, эти клубни желательно скушать в первую очередь. Что касается семенного картофеля, то традиционно мы закладываем его в сетки. Вот так выглядят сетки. Здесь еще раз напоминаю, двойная этикетка. Допустим, немецкий сорт розара снаружи и внутри. Это страховой случай. Если потеряется наружная этикетка, внутренняя всегда останется. До весны этот картофель мы не трогаем. То есть до самой посадки. Фактически я открываю эту сетку только во время посадки. То есть где-то в середине мая. Ну и особенность этого сезона, что было очень сухо, поэтому урожай у нас картофеля здоровый. Фитофтороза не было, но были, возможно, другие заболевания. В частности, вот на нескольких клубнях я встретил черную ножку. Это гниение клубни со стороны столона. И что делать с такими клубнями? Конечно, кушать мы их однозначно не будем, но и выбрасывать. Я вам не советую где-то за пределы участка или в лес, как это у нас часто бывает. Просто возьмите и сожгите. Вот такие клубни можно сжечь и в печи в банной, и в обычной топительной печи. Но, в общем, оставлять его ни в коем случае нельзя. Так что урожай второго хлеба у нас не очень хороший. Поэтому и цены в республике достаточно высокие. Поэтому и сохранить его надо обязательно. Сейчас прошел лечебный период двухнедельный, идет период охлаждения. То есть постепенно охладиться должен до 2 градусов тепла. Здесь у нас в подполье еще тепло, 13 градусов. Мы утеплили фундамент, и за счет этого стало здесь значительное плее. С одной стороны хорошо, а с другой стороны расти начал он весной. То есть всегда есть какой-то негативный результат. Из овощных культур мы традиционно храним прежде всего лук и чеснок. Наша семья отказалась от покупки лука даже в летний период. Мы много лет уже пользуемся только собственным луком. Но если обычный лук, который выращиваем из сивка, вот на сегодня это три вида. Это желтый лук, это гибрид алина. Ну, некоторые выращивают плоский штургатризен. Красный лук, это кармен, либо ред барен. И белый лук, альбион. Ну, для разнообразия. В основном, конечно, выращиваем больше чеснок желтый лук. Отдельные луковицы могут загнить. Есть так называемый шейковый гниль. Поэтому внимательно посмотрите на выражай лука. Вот здесь сверху очень хорошо видно. Такие луковицы, конечно, тоже нужно сжечь где-то в печи. Ну, а лук-эксибишен год для нас был не очень хороший. В смысле рекордных луковиц из-за града на обоих участках мы не получили. Но отдельные составляют массу 600-700 граммов. Обратите внимание на верхнюю часть луковицы. Если она высохла хорошо, она будет долго храниться. И наличие чешуй двух, допустим, тоже говорит, что эта луковица будет сохраняться лучше. И, следовательно, ее можно кушать где-то во второй половине периода хранения. То есть ближе к весне. Допустим, даже в апреле или, может быть, в мае. А вот отдельные луковицы, они недосушены. Вот они обязательно загниют. Поэтому советую внимательно посмотреть. И луковицы, которые недосушены, или которые уже начинают процесс гниения на которых, то их нужно использовать сейчас. Тем более мы готовим разные полуфабрикаты. Икру, овощную, кабачковую и так далее. Фарш можно добавлять. То есть обратите внимание на лук-эксибиши. Некоторые делают даже луковый маринад. Ну, а что касается рекордов, то в этом году совместно с АДЭМ был проведен второй конкурс. Значит, в конце сентября. Я напомню, что рекорд Бурятии был установлен в прошлом году на первом конкурсе. Он составлял 1,122 кг. То в этот раз этот рекорд превысили сразу три участника. Я называю фамилии и массу самой крупной луковицы. Ларионова Галина Деевна 1,346 кг. Житухина Елена Юрьевна 1,189 кг. И Поляков Владимир Аркадьевич 1,165 кг. Искренне вас поздравляю. Отныне рекорд республики 1,346 кг. Кстати, на родине этого лука в Голландии рекорд составляет где-то 1,5 кг. Так что есть еще у нас резервы для достижения лучших результатов. Инновационный препарат БиЭм устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Широкий выбор средств защиты от вредителей. Садем. Забота о процветании. Препарат Биогумус БиЭм. Для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Все для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Садовые центры Садем. Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Большие скидки в Абсолюте. Стиральный порошок МИФ. Автомат 2 кг. Со скидкой 38%. Всего за 99,90. Доместес. 1 литр. Со скидкой 30%. И Фейри. 1 литр. Всего 59,99. Абсолют. Гарант низких цен. В центре техники Бош. Всегда самый широкий выбор бытовой техники от лучшего мирового производителя по самым выгодным ценам. Технику Бош. Приобретайте только в центре техники Бош. Ну, чеснок продовольственный. Это самые мелкие луковицы. Традиционно мы храним в ящике. Вот так он выглядит. Ну, будем использовать вот сейчас для приготовления полуфабрикатов. И, кстати, по одному зубчику накануне гриппозного периода наступления, я так называю, неплохо пожевать каждому члену семьи на ночь. И таким образом можно, наверное, обойтись и без прививок. По крайней мере, эффект это известен. А сортовой лук, вот он здесь, отборный. В косах сплетен. И мы его храним здесь до начала мая. Он высушен, конечно. Ну, в каждой косе там по 25 луковиц. Напоминаю, раз в 4-5 лет семенной материал нужно чеснока менять, потому что идет тоже вырождение. И еще хочу показать, что впервые мы на участке выращивали лук банила. Я показываю, это лук семейка, лишнит лук. Немецкий, вернее, голландский сорт. Вот часть мы его оставили на посадку в следующем году. То есть не обязательно покупать. Лук очень интересный. Летом эффективно его использовать вместе с луковицей и пером. Столовые корни и плоды. Ну, выращиваем традиционно и морковь и свеклу. Ну, в этом году еще и черную редьку. Ну, она тоже нужна, она полезна, как известно. В отношении свеклы, вот оптимальный размер. Я еще раз показываю, это 180-200 граммов. На семью из четырех человек можно сделать салат и сразу скушать. Таким образом, мы в холодильнике ничего не оставляем. А вот голландские гибриды, это Пабло, допустим, Ред Клауд, Экшен и другие. У них преимущество в том, что очень маленький такой хвостик. То есть красивый такой привлекательный товарный вид, ну и вкусовые качества хорошие. В отношении моркови существует более 10 видов сортотипов моркови по форме корнеплодов. Традиционно мы выращиваем, значит, вот цилиндрический такой формы, либо конический. Как правило, сорта моркови и гибриды, а это в основном голландские, они имеющие вот такую форму цилиндрическую, они долго не хранятся. Но у них сердцевина меньше, и они более вкусные, поэтому их надо использовать в первую очередь сейчас вот для приготовления полуфабрикатов, ну, вообще для приготовления каких-то блюд. А вот с конической или близко конической корнеплоды, здесь сердцевина потолще, эти корнеплоды будут храниться гораздо лучше, поэтому их закладываем на дно ямы. Храним мы здесь на участке в яме с песком послойно, морковь, допустим, ведро, полведра, 10 сантиметров песка и так послойно. Самые долго хранящиеся корнеплоды должны быть на дне, а те, которые хранятся в более короткий период, в верхней части этой ямы. Ну, а поврежденные корнеплоды, моркови, свеклы, мы можем хранить временно в полиэтиленовом мешке, и тем самым, значит, у нас они будут использоваться до Нового года. В отношении томата, еще раз убеждаюсь, что все-таки гибриды надо тоже выращивать, потому что наши сорта мясистые, но тот же, в частности, иконорейский, они долго не хранятся, их нужно использовать в первую очередь, а вот чтобы покушать свежий томат в ноябре, нужны, конечно, гибриды. Это гибрид сударь, благодаря толстой кожуре, он, конечно, будет лежать гораздо дольше. Или малиновый звон, но у него кожура чуть поменьше. Но, тем не менее, вот выращенные в теплице, они до сих пор имеют красивый такой товарный вид и хорошие вкусовые качества. То же самое касается перцев. Вот перцы, ну, мы, они нас еще здесь дозревают, сейчас мы их еще используем для леча. К сожалению, долго они здесь не сохранятся, поэтому есть технологии, когда перец измельчают и замораживают, и хранят. Тыква кабачок, тыква золотой груши, это уникальный все-таки сорт. Вот видите, формируют плоды, ну, 2-2,5, иногда 3 килограмма, что очень удобное использование. Разрезали одну тыкву, но сначала достали, конечно, из хранилища и сразу приготовили какое-то блюдо. А кабачки, если вы хотите сохранить для приготовления фарша в зимнее время, конечно, нужно выращивать цукини. А обычные кабачки сейчас мы используем для получения овощной или кабачковой икры. Это сорта и гибриды, они разной формы, разной расцветки. Вот такие гигантские кабачки, естественно, жарить их не будешь, потому что это чистый кабачок для приготовления икры. Ну, по поводу капусты, хочу сказать, что при температуре 13 градусов еще ее рано закладывать, поэтому у нас снаружи хранится краснокочанная капуста и белокочанная капуста длительного хранения. Чуть позже мы обязательно ее спустим. Ну и остается поговорить об консервации. Тоже пока еще рановато спускать ее. Она у нас в другом подвале, в погребе, вернее, хранится. Там температура плюс 4 градуса, а здесь вот все-таки многовато. Но в ноябре мы обязательно сюда перенесем. Ну, помимо овощных культур, мы с вами храним еще и цветочные, по крайней мере, это георгины, гладиолусы и розы. Опыт показывает, что розы сохранить в подполье рядом с картофелем бесполезно. Поэтому, значит, нужно хранить его в яме холодной при минус 10 градусов, ну, например, в гараже. Что касается георгина, у нас еще пока снаружи, потому что здесь температура достаточно высокая, надо обязательно с землей. Клубни лукнется, иначе высыхает. Лучше всего хранится гладиолус. Вот я вам показывал, когда он был зеленый, а сейчас он здесь в подполье постепенно подсыхает. Вместе с корневой системой, с маточной луковицей и с детками. Ну, еще пару недель и высохнет. И так у нас луковицы гладиолусы будут храниться до весны, то есть когда мы начинаем еревизировать. Ну, и в целом, подводя итоги, хочу сказать, что, в принципе, благодаря сухому августу болезней мало у нас на овощных культурах, на картофеле. Я думаю, что урожай в целом получился достаточно качественный, и он будет хорошо храниться. Но, тем не менее, советуем периодически спускаться в ваше хранилище и наблюдать за температурным режимом и за состоянием хранящихся овощей и картофеля. Итак, уважаемые телезрители, мы только что рассмотрели особенности хранения урожая 2014 года. Я надеюсь, что вы будете соблюдать режим хранения и обеспечивать благодаря этому свою семью продукции собственного производства до начала следующего сезона. Возможно, даже и до середины лета. Ну, а я должен сообщить, что этот сезон мы завершаем и на телевидении. Всего мы выпустили в эфир 36 программ. Я постарался в этом году выполнить свои обещания, больше показывать интересного опыта, поговорить о ландшафтном дизайне. За свою работу мне, я думаю, не стыдно. Ну, и в целом хочу поблагодарить, конечно, партнеров программы. Это торговая группа «Абсолют», садовый центр «Садем» и магазин «Божий». Именно благодаря им мы постоянно выходили в эфир. Но, к сожалению, также хочу сообщить, что после 20-летнего выпуска в эфир, или выхода в эфир моей программы, приходится мне, наверное, попрощаться с ней, прощаться с телевидением. Это завершающая программа 20-летнего цикла. К сожалению, у меня стало значительно меньше времени на работу программы, а делать плохие программы я не хочу. Поэтому поймите меня правильно. Значит, видимо, в следующем сезоне на ТВКОМе, наверное, будет другой автор, другая программа. А вот у меня уже выпускать эфир и общаться с вами через телевидение не получится. Но, тем не менее, я буду продолжать свою агрономическую работу, публикации. Есть в планах у меня и выпустить сборник лучших программ с совместностью ВИКОМом, и книгу «Сам себе агроном», и календарь я планирую выпустить в следующем году, и создать собственный клуб. Но много чего интересного у меня еще есть в планах. Надеюсь, что мы с вами будем долго, продотворно работать. И мое традиционное пожелание – хорошо отдохнуть, чтобы начать затем прекрасное настроение в следующий сезон. Как всегда, желаю вам высокого и качественного рожая во всех делах. Большие скидки в Абсолюте! Сиральный порошок «Миф» автомат 2 кг со скидкой 38% всего за 99,90. «Доместес» 1 литр со скидкой 30% и «Фэйри» 1 литр всего 59,99. Абсолют. Гарант низких цен. В центре техники «Бош» всегда самый широкий выбор бытовой техники от лучшего мирового производителя по самым выгодным ценам. Технику «Бош» приобретайте только в центре техники «Бош». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова